приветствую всех рада что вы со мной сегодня мы с вами будем смотреть расклад который предложила светлана называется он что я люблю и что меня радует такой достаточно коротенький расклад смотреть будем на колоде таро небо и земля так выбирайте позицию определяетесь под этим видео есть ссылка на раздел сообщества и там есть анонс на сегодняшний блиц консультации на который я буду проходить по в эти уже выходные вот но заявку свои вы можете оставлять сегодня так я говорю тихо надеюсь меня слышно так определились и давайте мы с вами посмотрим позиция номер один голубенький камешек смотрим единички что вы любите что вас радует до сначала посмотрим что вы любите колесо фортуны знаете что вы любите по колесу фортуны удачу удачу хорошую праздную жизнь любите перемены причем когда перемены идут лучшую сторону это в принципе вполне естественно любите какие-то счастливые моменты любите когда разрушаются какие-то сценарии вы наконец-таки ощущаете себя свободным человеком а вообще здесь вот ощущение свободы она у она очень хорошо присутствует то есть ощущается да и вот это вот чувство свободы она как раз и выражается в удаче фортуне видовы себя и считаете удачным человеком независимо от того сколько трудностей на своем пути вы прошли с чем вы столкнулись все равно понимаете здесь люди мудрые по этой позиции да и они понимают что жить принципе циклично и нету смысла бороться с какими-то трудностями да их просто нужно пережить не выжидать а принимать что ноги сейчас будет такая череда потом будет что-то намного лучше и здесь отношение к жизни такое с возрастом у вас стало более более как это сказать спокойное что ли уравновешенная сбалансированная поэтому деньги конечно же вы любите доход сказать а кто их не любит что еще вы любите ну вот то что я и говорила до четверка пентакли она говорит вы любите комфорт вы любите комфорт стабильность постоянство знаете здесь понимание ясность структурность это вот то что вы любите что еще вы тут любите дьявол хорошую жизнь вот причем хорошую жизнь это не обязательно ваше понимание чтобы вот прям иметь там какие-то миллионы и позволять себе там не знаю всевозможные дорогие какие-то покупки нет здесь речь идет про удовольствие и наслаждение от самой жизни то есть когда вам знаете хватает на абсолютно все удовольствия вашей жизни которые присутствуют то есть эти удовольствия могут например я не знает какой-то далекой поездки да также это может какая-то быть просто пешая покупка прогулка то есть вот здесь удовольствие и наслаждение жизни я не вижу чтобы здесь были какие-то искажения в сторону материи но иногда конечно же вас накрывает накрывает прям так ну по молодости может быть больше с возрастом немножко меньше но все равно присутствует вот это вот прям знаете какая-то такая страсть не в сексуальном аспекте а страсть вот знаете в жизни хочется каких-то ярких красок вот хочется такого что то что ваш при дух захватывал ну бывает такие мгновения вот но они быстро очень проходят у вас здесь у меня просто уже ощущается знаете человек который не то чтобы подустал по жизни но как-то вот понимаете гнаться за какими-то миражами за материальными благами у вас уже нету таких целей цель как-то наполнится до цель обогатить свою жизнь какими-то яркими классными впечатлениями она остается то есть я не могу сказать что здесь у человека ну человек выгорел и у него нету любви к жизни да то есть как-то она поугасла нет а она есть но она какая-то вот более такая качественная что ли не количеством здесь мы берем уже а качеством удовольствием наслаждением то есть знаете вот уже хочется какие-то удобства то есть если допустим по молодости это было какие-то путешествия там в палатках до кампика или еще что то такое то сейчас уже хочется немножко комфорта да то есть если это и кампик то это хотя бы дом на колесах да не палатка с комарами и что такое хотя да бывают такие моменты экстрима как я уже говорила да по дьяволу на вас нападает вы там устраиваете себе например какие-то шоу там на выживание поехать куда-нибудь там есть на в экстремальный пойти в экстремальный поход в лес дали бы там в горы иногда есть такое желание не знаю осуществляется она у вас или нет так в принципе человек любит такую размеренную жизнь спокойную да но при этом наслаждается и есть здесь вот желание разрешение себе вот для вас это самое главное да то есть здесь человек познавший жизнь уже понимает что очень важно разрешать своей голове да то есть все что вы хотите здесь как будто бы некая такая мудрость когда человек управляет своей жизнью до через то что он понимает что у него находится в голове и когда человек начинает разрешать себе да здесь вот это вот разрешительная программа и впускает свою жизнь чуточку больше данном случае удовольствие наслаждение каких-то вот я не знаю земных благ это к ним и это вам приносит вот намного большее удовольствие чем достижение либо реализации какого-то своего желания это то что вы любите что вас радует что вас радует а сразу от перемены вас радует перемены вас радует всевозможные там я не знаю интеллектуальные какие-то беседы вам нравится может быть давать советы либо когда к вам приходится советом вам нравится в некоторой степени когда вас побаиваются да это тоже какой-то знаете не то чтобы формат уважения некая такая защита да то есть вы не стараетесь разу разрушить вот эту вот маску недоступности почему потому что это вот опять же таки дает вам комфорт и какое-то вот душевное спокойствие что еще вас радует радует что наконец-таки у вас голова на плечах да что вами уже не управляет эмоции скорее всего по молодости вас накрывала и очень сильно накрывала вы совершали очень много ошибок не вот а сейчас как будто бы знаете человек пауз под успокоился но опять же таки поймите меня правильно здесь не говорится о знаете старости когда человек вот доживает свой век нет здесь поугасли эмоции потому что появилась какая-то глубина какая-то ваша внутренняя мудрости вы можете смотрите на жизнь немножко по по-другому да здесь другие приоритеты другие ценности и вы любите жизнь но уже любить немножко по-другому то есть если допустим раньше вам нравилось вот это вот акк action какие-то там не знаю скорости и что-то такое необычное да по дьяволу какие-то вот вызовы себе бросали да либо вот то что вас пугало вы как-то вот не знаю шли в эти страхи каким-то образом да как в комнату страха дали бы люди которые любят смотреть триллеры вот но сейчас уже вот как будто бы немножко по-другому сейчас уже эмоции не имеют над вами такое большое влияние сколько именно интеллект да то есть вы уже предпочитаете не каким-то там шуткам да либо как это сказать то каким-то пранком да когда вот над кем-то посмеяться да вот как-то создать какую-то такую обстановку где было бы весело шума надо сейчас вы уже любите опять же таки не душевные беседы а то что не знаю может быть провести вечер с интересной какой-то книга либо за просмотром какого-то хорошего качественного фильма где вот не знаю может быть о чем-то вы задумываетесь ну то есть здесь как-то вы подуспокоились но вот в хорошую качественную сторону выпаду успокоились что еще вас радует маг вот то что я и сказала да по колесу фортуны вы наконец-таки научились управлять своей жизнью если кто-то еще этим не владеет то это предстоит ему да здесь вопрос времени но я читаю поле а в поле нету времени поэтому я не могу сказать это прошлое будущее либо это уже наступивший какой-то момент вот но что вас радует радует что наконец-таки вы научились как минимум управлять собой конец таки вы начали понимать очень хорошо себя что вы хотите для чего вам это надо наконец-таки у человека здесь повысилась самооценка то есть вы уже здраво начинаете оценивать себя до иногда конечно же когда вас накрывает эмоции вы скатываетесь какой-то негатив и не совсем адекватно себя оцениваете но в большинстве своем здесь люди которые проработали многие свои травмы вот и уже могут объективно оценивать себя то есть здесь уже люди которые приняли многие моменты в себе то есть здесь такой достаточно такая зрелая личность да я могу сказать вас это радует вы скорее всего к этому очень долгое время шли вот как говорится наконец-таки пришли что еще у вас радует ну вот девятка пентакли да то что я и говорила то есть вас радует ваша некая такая самодостаточность но заметьте если по молодости не знаю почему я так разделяю просто так энергию чувствую да то есть вы можете быть молодым человеком на мне не знаю 30 35 лет вот но здесь такое ощущение достаточно более зрелой личности если в раннем скажем так периоде вашей жизни на начальных может быть каких-то этапов вам хотелось быть больше интровертом до вас интересовали люди то сейчас вот по этому раскладу я вижу что вы больше как-то знаете закрываетесь в этот человек которому не которого не страшит одиночество но если вы тот человек который прекрасно проводит время сам собой наоборот даже осознанно как-то выбирает отдаляться до что королева мечей что девятка пендакли говорят о некой такой интровертности до которая приносит удовольствие при этом до наслаждения интровертность это связано с неким каким-то опытом набранным на протяжении всей вашей жизни когда люди уже как-то начинает разбираться в других людях и они понимают как можно выпускать кого нет плюс ко всему маг он сам по себе достаточно эгоистичная и индивидуальная личность которая знаете выше себя никого не поставит они же себя ей не интересно почему потому что она имеет власть на теми людьми которые будут стоять ниже ее по уровню развития это ощущается интуитивно да где то как то вы понимаете по энергетике людей с другой стороны если люди помогу с вами на равных да то здесь происходит какие-то интеллектуальные игры поскольку маг все-таки это стратег и тактик да то есть игра в шахматы кто кого проиграть и переиграй да то есть вот здесь какая-то такая интрига для того чтобы проявить именно уровень своего интеллекта своих знаний может быть даже в чем-то но скорее всего именно в построении также по королеве мечей построение своего будущего то есть умение просчитать несколько шагов наперед и вот вам нравится очень умные люди да потому что вам нравится их разгадывать то есть люди для вас они являются некой такой загадкой ребусом которые вы разгадываете и вот вас радует когда вы наконец-таки понимаете такого достаточно сложного человека да вы понимаете его мотивы что он хочет ну то есть вот для вас действительно люди как некая такая игра шахматы когда важно просчитать да и здесь услышите меня правильно вы не играете с людьми вы играете сами собой то есть насколько вы как будто вы проверяете свои способности да расширяете насколько я смогу попасть в цель или нет насколько я могу увидеть перспективы той или иной ситуации то есть вам это интересно вообще по жизни вы лидеры по своей натуре но сейчас такой период когда вам это лидерство уже не нужно да вы уходите вот опять же таки да я в архетип мага и мудреца то есть человека который живет своей какой-то жизнью до изучает исследует эту жизнь но то есть такой достаточно индивидуальный путь такая вот у меня была первая позиция очень много кстати вы было великих арканов так мы с вами переходим к позиции номер два красненький камешек смотрим двоечки вас что что любят мои двойки что вы любите четверку мечей знаете некий такой отдых бездействия когда не надо принимать никаких решений когда можно отдохнуть когда можно отдалиться когда можно побыть собой знаете как-то погрузиться в себя погрузиться помедитировать может быть до расслабиться когда не надо решать никаких задач когда можно побыть вдали от каких-то трудностей что еще вы любите ком повешены вы знаете вот смешно смех смехом да но вот это вот бездействие я не считаю здесь вот в данном раскладе по энергетике я не чувствую что аркан повешено это некая такая жертвенность да как мы говорим либо застой вот вы любите знаете как остановиться и посмотреть на жизнь знаете вот как-то ее посозидать вот это очень любите не проанализировать а скорее всего созерцание и наблюдение где-то какая-то какое-то восхищение жизнью то есть вот момент наслаждение но не в контексте получить удовольствие а в контексте именно наблюдения знаете когда останавливаемся когда я никуда не бегу я никуда не тороплюсь я могу размеренно в своем ритме совершать какие-то дела параллельно о чем-то думать вот следить вот мне идет такое ощущение что вот вы очень наблюдаете не знаю может быть где-то ходите по по парку либо где-то какой-то лесной вот проселок что-то такое идет вот вы не просто гуляете вы смотрите по сторонам наблюдаете вы замечаете там не знаю бабочек вы замечаете перемену листик до цвет цветовую гамму да как листья где-то свет светлее зеленый до цвета где-то салатовый то есть вы умеете замечать какие-то краски оттенки этого мира вот вы любите это вам это нравится вас это наполняет вас это расслабляет потом очень любите всевозможные росла расслабить расслабительные расслабляющие практики да то есть когда вот вы можете найти хочу сказать дышать полной грудью да когда нету каких-то зажимов когда на вас никто не давит когда на вас вас ничего не угнетает вам не нужно стрессовать вот всевозможные опять же таки здесь не про массаж здесь вот про что-то такое естественное тоже все что приближает вас к природе вы такого знаете человечек очень удивительный когда не знаю может быть разговариваете с цветами просто идете по улице да особенно если это вот какая-то такая сельская местный так вдали от города вот вы идете можете разговаривать солнышком смотреть на солнышко мы не очень любите луну почему-то мне так идет да вот луну звезды что такое темное время дня это не не ваша вы жаворонок вот вы действительно любите восходы не закаты хотя закаты тоже прекрасно но вот вас почему-то вдохновляет именно восход свежесть роса вот что-то такое что еще вы любите ну да вы любите знаете немножко так драматизировать жизнь для вас это вот как-то это наполняет вас творчески да то есть как-то пострадать но не в плане там не знаю рыдать или еще что как вы знаете какая-то такая хорошая ностальгия которая приводит вот каким-то творческим моментом то есть здесь состояние души иногда бывает нужно вам нравится это когда вот прям вот душу раздирает я не знаю хочется вот прям такая душевная боль но я говорю это с любовью почему потому что возможно в тот момент это не очень хорошо но вот вы как-то наслаждаетесь убиваетесь этим почему потому что это вот покрывает какую-то вашу творческую потребность вот я не знаю здесь какая связь между вдохновением и творчеством и вот этими вот эти моментами когда возможно вы сами себя ранить и то есть какими-то мыслями то есть такие моменты когда вот вы о чем-то начинаете вспоминаете почему-то вас клонит очень часто каким-то воспоминанием не совсем приятным негативным и вас это ранит но вот в этой ране есть что-то такое как знаете вы получаете удовольствие что вы себе говорите то здесь включается какой-то такой момент знаете сопереживание сочувствие и вот вы как будто бы себе говорите то что а я могу да вот кто-то другой не почувствует это а я вот могу да то есть я могу чувствовать например там переживание боль нотка хороший импада другого человека и почему-то в это как-то вот способность вот эту ощущение эмоционального фона других людей как-то привязываете это к душевной боли вот здесь какие-то страдания но страдания вашем понимании не какие-то благие вот как я не знаю допустим как иисус христос да там страдал и тем самым смыл так скажем человеческие грехи да вот здесь вы как будто бы иногда тоже берете на себя такую роль роль героя страдальца вот но вы в этом не видите какой-то негатив да то есть здесь вот эти вот почему я сказала герой да то есть не все готовы как-то страдать за другого человека знаете если я не ошибаюсь по моему раньше может быть сейчас есть такое знаете в деревне когда кто-то умирает были такие вот бабушки которые приходили и оплакивали ну то есть у них такая роль была до оплакивать ушедшего вот и безусловно ну не все не не всем бы это давалось на то есть но не всем могут так нажать на кнопочку и начать там не знаю плакать по оплакивать ушедшего вот здесь что-то такое то есть это не в негативный я не вижу в негативном ключе почему потому что вот все что есть в этом мире она все имеет свою ценность свою значимость потому что мир наш разнообразен и вот такие вот когда сказать люди да они тоже нужны да не могут быть кому-то как бревно в глазу мешать не нравится вот но у них тоже свои какая-то задача есть здесь очень много вот такой вот страданий кому-то это знаете это просто со стороны когда мы живем в мире достаточно жестоком да может показаться что вот этого чувствительность это ранимость вот наивность она может вызывать большую агрессию да почему потому что люди стали закрытыми жесткими а вот эти вот люди они еще умеют чувствовать и это может вот слабость она может вызывать раздражение и агрессию в других людях она может бесить людей но все равно вот это вот чувствительность она тоже для чего-то нужно и вы это любите вы это любите может любите смотреть фильм такой знаете про любовь которая не состоялась вот вам прям нравится вы прям включаетесь в роль актера вы их проживаете их драму ну может быть любите смотреть фильмы такие достаточно драматические вот потом как-то что-то думать на этот счет да смогла бы я так либо не смогла вот знаете как чем-то себя ограничить до лишить себя находиться в каких-то страданиях здесь такое знаете какое-то не то чтобы религиозное но вот у меня такое ощущение что это вот прям эра рыб да когда вот процветало христианство и вот все вот это религиозное течение основанное на ограничениях и жертвования до пожертвования собой во имя чего-то вот здесь вот это вот очень проскальзывает вы это любите так что у вас радует семерка жезлов аркан смерти 2 к жезлов интересный момент да что 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 вас может радовать семерка жезлов у нас говорит о внешней какой-то борьбе когда надо что-то отстаивать не знаю может быть вас радует когда вы защищаете слабых да к примеру может быть вас радует то когда вам удается стоять свою точку зрения отстоять свою какую-то позицию не знаю может быть защититься от кого-то у вас это получается вас это радует вообще странные здесь моменты которые радуют аркан смерти говорит о том что происходит какой-то естественный переход от одного состояния к другому да то есть завершение чего-то в прошлом вот и начале чего-то другого то есть это возможно как возможно вас радует времена года на их переходит например когда завершается лето слишком жарко и начинается осень до либо наоборот когда заканчивается зима и начинается весна то есть какие-то такие переходные моменты вашей жизни в природе они вам нравятся так когда завершается там не знаю например завершается недель а дата суббота на воскресенье когда вы можете отдохнуть можете посвятить себе время если вы работаете на наемной работе на к примеру либо когда завершается один какой-то этап и начинается какой-то другой этап ваша жизнь вот вам это нравится что касается двойки же двойки до жезлов у меня такое чувство что вы кажется у нас говорит об а выборе до который предстоит сделать человеку но человек не совсем решительные он не знает что выбрать потому что горизонты перед ним открыты все и вот он топчется на одном месте но здесь я бы сказала что вас радует не выбор а вас радует вот это вот знаете предвкушение да либо вот возможности которые открываются перед вами вот новые какие-то горизонты да это может быть допустим на бессознательном уровне как это элементарно в нашей жизни может проявляться когда вот вы предвкушение какой-то может быть поездки либо покупки когда что-то новое начинается вашей жизни и вы еще не совсем уверены да что это будет как это будет и вот не знаю мне такую картинку прикольную показывает у кого есть собаки дома да знает то есть собака для нее прогулка это вот прям большая радость почему потому что на улице очень много запахов да то есть собакам нужно прогулка не только для того чтобы справить свою нужду но они получают колоссальное удовольствие от того что можно понюхать то есть и запахи которые есть дома они привыкли вот нету разнообразия уже как такового мало таких раздражителей новых а вот на улице она вот прям переполняется всевозможными новыми запахи и поэтому здесь картинка такая что собака который крутится вокруг своей оси и она очень радуется потому что ждет что хозяин час оденет на нее ошельник я не пойду гулять то есть вот вот здесь какой-то такой цели что я сравниваю но аллегорично какая-то такая радость перед возможностью которая открывается вот это вот вас радует не сама давай-ка жезла до выбор потому что вам выбор достаточно сложно дается а именно вот это вот предвкушение здесь ощущение здесь энергия такая очень позитивная особенно если это какой-то секрет почему потому что мне идет эта песня да куда идем с пятачком большой большой секрет вот здесь что-то такое прослеживается так это была вторая позиция мочки мои любимые страдальцы так и позиция номер 3 зелененький камешек мои войны мои войны магия войны тройки смотрим что вы любите что вы любите ну тройки любят удовольствие до любят удовольствие когда опять-таки в отличие от первой позиции да там где дьявол выпадал в этот раз не у вас а у первой позиции здесь удовольствие такое знаете когда после хорошего рабочего дня до ноги гузят и вот особенно женщинам и смотрит женщины понятно да снимает вот эту вот узкую обувь и так хорошо да ноги себя чувствует не жата да и расслабленной вот и ходишь и вот прям получаешь такое удовольствие либо наоборот когда ноги гузят и их просто поднимаешь чуть повыше и такое вот расслабление кайф то есть здесь вот какое-то такое удовольствие вы любите то есть это удовольствие не от жизни а вот в каких-то таких моментах да когда либо я не знаю приходишь домой и снимаешь абсолютно все что тебя стягивает вот особенно это например там лифтик либо еще что-то либо какая-то узкая одежда некомфортно и вот такое вот расслабление знаете очень приятное ощущение мужчина здесь почему-то мне идет что любит когда так найти спинку потеши спинку чеши спинку что такое прям сразу мурашки до бегут по коже что еще вы любите то здесь такого порядка удовольствия что еще вы любите но любите королеву пендакли до любите деньги любите какие-то украшения такие знаете ручной работы почему-то мне идут эти украшения они какие-то нестандартные да не не мелкие там есть на какой тоненькое колечко нет это вот будет какой-то большой может быть геометрические фигуры либо материал из которого сделано например там кольца либо прослеты там кожи либо еще что-то такое но здесь не бисер здесь что-то такое крупная кожа может быть как-то вот бечевки что-то что перья что за такое что-то природное естественно и интересные украшения интересные украшения серьги может быть такие в виде перьев сделаны что еще здесь любите по королеве пендакли но я бы сказала знаете комфорт уют на всевозможные там эфирные масла запахи вот вам нравится это причем запахи они такие они достаточно резкие то есть даже если это ваш какой-то аромата в толпе вы выделяете составляет очень сильный такой шлейф за собой терпкий какой-то такой запах то есть вас можно запомнить по запаху потому что он выделяется он не не мягкий не мягкий чем-то такой вот как-то огненный что лишь если эта коробочка такая черная черно-красная как пламя вот что-то такое жгучее что такое едкая нет это не кедра вот ну в общем что-то такое очень может быть это даже и не аромат а вот эти вот палочки да может быть какие-то запахи в доме но освежитель воздуха ну в общем что-то такого очень резкая которая не не всем подходит но вашему характеру это подходит особенно если вы женщина но если мужчина ладно это понятно мужчины здесь любят аксессуар часы прям такие вот большие крупные металлические причем не электронные механические часы что еще по королеве пентаклей вы любите знаете комфорт удобство и какие-то покупки ну что за покупки я не мог понять почему там не идет что такое крупное это может быть мебель какая-то такая достаточно характерная вот именно из дерева такой массив антиквариат любите но бишь таки не все да то что иногда пишет комментариях проигралась только но это общий расклад я же не могу каждому сказать что здесь вот что славливаю в поле да как какие энергии то и говорю если совпадает с большинством то окей если нет нет но значит кого-то точечно прям зацепила и сказала так смотрим что еще вы любите четверку кубков ну здесь знаете здесь человек который любит закрываться закрываться от людей потому что они его достают особенно если это ваша профессия взаимодействие с людьми то есть вы работаете с людьми вам действительно хочется вот прийти домой знаете закрыть дверь и никого несу что прям тишина но тишина не как во второй позиции да где я созерцаю где вот мне я наблюдаю за этим нет а здесь как некая такая передышка отдых причем особенно если у вас есть дети может быть даже не двое а больше есть такое ощущение что вот люди чуть не идут уши закрывает руками что блин устала до хочу тишины хочу спокойствие то здесь такие тоже моменты буду я люблю я люблю когда есть тишина не не потому что мне нравится там себя побудраться как-то там что-то созерцать анализировать нет а вот просто чисто физически до тело нуждается в отдыхе вы очень часто перегораете перегораете потому что работаете с людьми здесь может быть физически какие-то моменты вот прям активность ну допустим если вы тренер да и работаете с разными людьми и вкладываетесь физически допустим то есть не только разговариваете да еще и параллельно что-то делаете совершаете какие-то действия да то есть здесь такой момент тоже может быть и устаете здесь очень часто бывает у вас выгорание стараюсь понять чем это связано здесь очень много сил уходит на какую-то борьбу либо вы вливаете много энергии в людей в их трансформацию и причем знаете парадоксально столько лет работаете с людьми и как будто вы знаете до сих пор не научились вливать не свою энергию а наоборот накапливать энергию и не свое давать а свободную энергию энергию из космоса то есть вы как-то прокачивать и чтобы не питать своей энергии допустим здесь еще могут проходить у меня массажисты которые вот работают такой такой знаете вот руками и впитывают в себя то есть каждое прикосновение мне кажется на мой взгляд не в обиду массажистам это самая неблагодарная такая работа почему потому что столько сил столько энергии и при этом то чтобы нет какой-то вот благодарности люди платят деньги да и это такое в принципе с точки зрения обмена вроде бы казалось бы да он присутствует но все равно что что потом ощущают эти люди вот именно на энергетическом уровне это не передается то есть вот здесь такое ощущение что прям действительно выгорание идет потому что вы своей энергии напитываете людей и здесь идет борьба 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 может быть с людьми то есть такие люди к вам попадаются земные там я не знаю телец какой-нибудь такой знаете вот упрямый вот его надо переубеждать она говорить вот на это все уходит очень много энергии поэтому вы выгораете поэтому вам необходимо периодически подпитывать себя здесь вообще такая рекомендация там не знаю ходить по земле если вы живете в городе найдите какой-нибудь участок земли где есть земля действительно и просто стойте босиком сейчас лето хорошо просто стойте сливайте туда весь свой негатив в землю через стопы подпитываетесь прям такая знаете практика вот вам необходимо может быть здесь людям нужно практики цигун вот все что связано с энергией для вас это очень очень важно потому что еще расскажу вы выгораете здесь у меня идут войны да если бы мы говорили о магии дату здесь магия воинов то есть люди может быть структурах работы да вот какие-то все что связано с силой силой физической и силой духа как-то да здесь как-то что-то идет по с подавлением до подавляете может порядок наводите я в жизни других людей да в каких-то структурах очень много вот знаете как военные бывают вот какая-то такая энергия что вас радует что вас радует семерка мечей какая-то хитрость на ваши вторичные выгоды давайте смотреть что это за вторичные выгоды любовь что вас радует эмоции что за эмоция что вас радует какие эмоции вас радует знаете когда ваша душа наполняется причем интересный момент семерка мечей она не показывает что вы это как-то открыто проявляете я не знаю здесь чувство что вы такие достаточно чувствительные люди иронимы причем самый интересный момент что в двойках у нас всегда идут такие эмпатичные люди но вы намного чувствительны чем двойки двойки иногда бывает намного жестче чем вы а здесь стройки при внешне вот этой вот знаете такое непробиваемости до амазонок есть вот эта энергия не знаю какая-то чувствительности что ли такое ощущение что вот вы не пройдете мимо нуждающихся да причем вы как-то можете помочь даже безусловно не на показ до что многие даже это и не замечает то есть вы как будто вы скрываете вот это вот свою чувствительность иронимость и когда вы не знает то есть вас как-то это сказать вам можно сделать какой-то подарок который вы допустим давно хотели что какая-то мелочь либо это какое-то внимание к вам да там не знаю вот прям что-то очень вы хотели и вот это вот прям вас цепляет за душу и накатываются слезы и вы эти слезы не показываете вы их вроде бы сдерживается до чтобы не они не проявились почему потому что вы же сильны до слабость это ну то есть эмоции это показания для вас трансляция скорее всего для вас какого-то уязвимого вашего места вы это не хотите сделать но при этом вот вас где-то глубоко в душе вас это радует да когда вот какой-то человек вам угодил причем еще расскажу это не обязательно там есть на машина дом как принято считать что это прям такие подарки которые радуют может быть какая-то мелочи не знаю какое-то воспоминание какая-то книга какая-то фотография вот и прям знаете вот вас за душу это берет и вот это вот приносит вам радость когда есть какие-то такие моменты почему хитрость потому что еще расскажу вы не показываете свои слабости вы их сдерживаете да то здесь ахиллесова это это вот ваша ранимость ваш внутренний ребенок которого вы защищаете никогда никому и не показываете я большей степени уверена что даже ваши близкие с которым вы живете не всегда вас видят в таком состоянии то есть вы всегда как-то скрываете всегда транслируете себя самым сильным самым таком с таким железным стальным человеком может быть даже показываете человеком без сердца но при этом вот у вас очень такое теплое горячее сердце и вот вас радует вот эти эмоции да может быть даже какие-то знаки благодарности какие-то слова вот прям то что цепляет вас за душу может быть какие-то душевные беседы редко правда ну бывает что вас радует пожезлов любые любые начинания до авантюризм такое знаете как маленький ребенок которому все интересно любопытно хочет попробовать вот вас такие состояния тоже очень радует как какая-то искра знаете когда вот вас зажигает начальный этап что ли вот когда вот вы загораетесь вот эти вот моменты они вас радует новости хорошие тоже вас радует позитивная двойка пентакли когда вы наконец-таки можете управлять управлять ситуация здесь люди контролеры вот потому что ответственные и двойка пентакли говорит о том что вас радует когда вы наконец-таки нашли какой-то вот баланс на в жизни когда вы можете ею управлять так как вы хотите когда наконец-таки совладали с какой-то суетой с какими-то я не знаю моментами где идет там как этот спланировали поездку и вдруг она откладывается и вот вы находитесь в каком-то стрессе и потом эта ситуация разрешилась и вот вы получаете удовольствие вы радуетесь до что наконец-таки это разрешилось наконец-таки ситуация выровнялась и сбалансировалась то есть здесь такие моменты так и это было у нас третья позиция хочу поблагодарить свету за идею расклада вы тоже можете в комментариях писать если мне понравится расклад и он будет не созвучен то и конечно же сделаю если нет я иногда говорю что нет я такой расклад делать не буду да иногда я просто не знаю как его сделать почему потому что опять-таки если как это сказать если я трактует арой это не значит что я могу абсолютно трактовать любой вопрос да то есть у меня есть своя узконаправленная специализация в которой я разбираюсь то есть если это расклады связанные с с аналитикой если это расклады связанные с психологией с философией с пониманием с чувствованием людей и умением вот копать глубоко да это то что имеет отношение к убеждениям ценностям да это моя как говорится стезя и я в ней ну хорошо разбираюсь и чувствую себя достаточно комфортно но если это вопросы например касательно там финансов то опять же таки мне сложно сделать такие расклады почему потому что в моем понимании ну каждый человек должен быть специалист в своем каком-то направлении да если я не разбираюсь финансовой грамотности мне достаточно сложно будет считать ту информацию опять же таки и буду читать с точки зрения там психологии философии но если мы говорим о финансах это немножко другая структура на более жесткая на более конкретное и здесь не нужно какие-то абстрактные такие состояния а нужны конкретные как говорится цифры то есть понимание то что можно пощупать то что можно оцифровать и вот здесь вот в этом становится для меня какая-то сложность либо как я уже говорил неоднократно расклады которые идут в противорез моим собственным убеждением либо моим собственным ценностям такие расклады я тоже не могу делать поэтому я не все расклады берусь опять же таки не потому что я не хочу иногда бывает так что я не могу на такие моменты тоже бывает то есть я не все знающие как в одном из комментариев я сказала я я люблю слово проводник и не люблю слово мастер потому что до мастера мне далеко то есть у меня свое какое-то видение понимание этого слова вот проводник это вот то что у меня очень хорошо выражает и описывает то есть информацию которую я пропускаю через себя вот хочу пожелать вам всем отличных выходных не забывайте в разделе сообщества пост про близ консультации кто хочет может прийти это не значит что я не делаю личные до консультации личные консультации провожу а у меня есть опять же таки своя структура которой я делаю личные консультации если вы нажмете на ссылку мои услуги под этим видео да вы сможете увидеть о том что я делаю как провожу консультацию либо на три вопроса либо на 6 не многим людям достаточно трудно понять почему мы должны до придумывать какие-то вопросы вот с которым мы к вам придем скажу сразу каждый мастер до каждого додика своя методика у меня методика конкретная да то есть если вы что-то хотите вы должны мне про это сказать что я хочу вот раз два три чтобы это было четко понятно и мы получаем ответ четко и понятно когда ко мне приходит на консультации люди которые говорят ты знаешь вот я я не знаю как это описать но вот я вот вот это вот примерно хочу я примерно знаю но я не знаю вот и это как из категории где туда не знаю куда принеси то не знаю что мне самой сложно будет работать с такими запросами да почему потому что все-таки таро это система ответов на конкретные вопросы если вопросы расплывчатые то и ответы будут расплывчатые но когда люди приходят у них есть ожидание конкретного ответа но для того чтобы получить конкретный ответ нужно и задавать конкретные вопросы если не знаете как задать то хотя бы попробуйте конкретно описать ту проблему которые у вас есть а с вопросом я уже помогу вот прощаясь с вами всем пока пока